Пришли мы ребята в Олену Шарагу, то есть консерваторию, как она говорит, она учится в консерватории, кто не знал, и сегодня у нее будет государственный экзамен. Она будет играть, на чем ты будешь играть, расскажи. На пианино. Она очень долго готовилась. Какой у тебя пятый уже курс? Шестой. Шестой курс, прикиньте, шестой курс, а до этого она еще в музыкальном училище училась. Четыре. Четыре года, а до этого еще в музыкальной школе с самого детства, в общем она всю жизнь у меня занимается музыкой, сегодня у нее государственный экзамен, и она что-то нервничает. Я говорю, ты там всех затащишь, я в общем сниму целиком выступление ее, как она будет сдавать свой экзамен, и в конце видео вставлю, кто захочет, посмотрит, ну по окончанию видео, а кто не захочет. Ты кусочек вставаешь. Кусочек, я целиком вставлю, пусть, ну ничего страшного, пусть все послушают, как ты у меня красиво видишь. Что, братан? Не видели? Не, не видели. А еще, ребята, на днях буквально мы купили себе машину. Ну, я за рулем не сидел уже около семи лет, знаете, как и все, наверное, кому только исполнилось 18 лет, точнее мне еще не успело исполнилось 18 лет, я получил права. Зачем я их получал, не знаю, потому что вот так хотелось, но машину я не считал нужным покупать. Ну, сейчас, короче, все, решил, что пора уже покупать машину, уже я достаточно взрослый, в общем, пару дней я уже на ней катаюсь, проехал более тысячи километров, я купил ее в одном городе, поехал в другой город, потом третий, короче, я через всю Украину проехал, и все, короче, в общем, сейчас не очень летная на улице погода, идет дождик, поэтому я попозже в этом видосике вам ее покажу снаружи, а сейчас пока что вот можем внутри показать ее. Вот это сидит Бубыч, она в машине сразу продавалась вместе. Я не Бубыч. Вот такой у нас большой-большой салон, короче, вот, вот так вот. В общем, решили взять не супердорогую, не суперкрутую машину, потому что все равно, ну, как бы все говорят, первую машину часто ушатывают, поэтому взяли что-то такое, чтобы мне жалко было ушатать, хотя я не знаю, мне уже тоже она понравилась, я уже так прикатался на ней, уже, ну, короче, ладно, все, пошли домой, я вам сейчас покажу, там нам еще посадки. Ссылка одна пришла. А еще, ребята, смотрите, кто у нас завелся дома. Травянчик. Как? Травянчик. Че он травянчик, он с травки сделан? Да, это, типа, комнатное растение, у него с головы будет трава расти, типа, волос. Трава и волос? Можно будет ему стрижку делать, либо заплетать. А почему там трава будет расти? Ну, это семена травы, видишь? Ну, а это шо? Это тырса, ну, просто как почва. Я его поливаю каждый день, где-то на третий, пятый день, я не знаю. В общем, ребята, такой у нас травянчик, через пару видочков мы вам покажем, вырастут у него на голове волосы или нет. Да, он мне так понравился в магазине, прям захотел. Пришла нам вот такая вот посылка, можете угадать, что там. Пока мы будем распечатывать, вы можете написать в комментарии, как вы думаете, что там. Нету у меня ножика, чтобы разрезать, приходится вот так по-варварски распечатывать. В общем, ладно, пока я распечатываю, расскажу. Пришла мне посылка с магазина U-Gears, сейчас вам покажу, что там было. Смотрите, посылки такое. Все лишнее выкидываем. Та-дам! Вот такая вот машинка, видите? Это такой деревянный конструктор, вот здесь, короче, внутри куча мелких всяких деталей, и потом, в конце концов, соберется вот такая вот машинка. Я выбирал такую, чтобы там побольше было деталей, потому что я люблю постоянно какие-то вот такие сложные штуки, дрюки собирать, потому что, ну, если бы она была с маленького количества деталей, собрать ее там за 5 минут, это было бы неинтересно. Вот здесь инструкция, держи, это Оля, можешь показать зрителям, как будет выглядеть машинка. Она толстая. Здесь, внутри. Та-дам! Испугался сперва, что их нужно будет лобзиком вырезать, но они здесь очень-очень, смотрите, аккуратненько. Короче, вам, наверное, не видно будет, но я вот так беру на свет. Давайте я вам покажу. Может, вам будет видно, вот. Ты в окно не показываешь. Да, в окно не буду показывать. В общем, ребят, они уже прорезаны. Сейчас их нужно будет повыковыривать. Я думаю, что на этот раз я без инструкции не обойдусь все-таки, потому что я обычно все без инструкции собираю. Но здесь, смотрите, вот, будет много-много таких всяких деталей, и мне, наверное, нужна будет Оля на помощь, чтобы мы, короче, вместе собирали. Вот так вот, тут нужно следовать инструкциям. Пронумеровано все, все детальки подписаны, и все нужно собирать. Потому что это не киндер-сюрприз, который из трех деталек, и его можно вот так рандомно собрать. Скоро Новый год, и я считаю, ребята, что подобный конструктор это очень крутой подарок. На сайте Ugears.Russia, кстати, это официальный дистрибьютор данной продукции в России. В общем, предыстория такая, что всякие вот эти модельки такие, они по всему миру очень крутые. Если соответствующий хэштег написать в Инстаграме, то можно увидеть, что во всем мире их много собирают. И Ugears.Russia это официальный дистрибьютор данной продукции в России. У них на сайте, я ссылку в описании оставлю, по ней, кстати, там можно скидку будет получить. У них вы можете выбрать кучу моделей, которые подойдут в подарок. Как девушке, так и парню, так и там боссу какому-то своему, или еще кому-то. В общем, переходите, смотрите, если понравится, по моей ссылке покупайте, и получите скидку. В общем, я думаю, что нам тут предстоит очень много работы, потому что вот, смотрите, сколько тут вот этих штук-дрюк. Короче, я постараюсь до конца этого видео собрать, и потом уже покажу вам, как я собрал, потому что если целиком сборку я вставлю, то видео затянется, потому что деталей здесь и правда много. В общем, ребята, прошло уже очень много времени. Вот что с моего конструктора получилось. Здесь очень много разных деталей. Очень поражает то, что все они так очень точно-точно вот лазером аккуратненько каким-то, ну не знаю, лазером, наверное, потому что вручную так нельзя прорезать. В общем, мы выбирали самый-самый большой конструктор, вот тут 537 деталей. Мы использовали всего лишь, чтобы вот это собрать, сколько там? 113. 113. В общем, мы реально часа 4 или 5 с Олей сидели, вместе собирали. Это нас так вот как-то... Короче, давно мы так вот активно чем-то вместе не занимались, именно так долго. В общем, вот такая вот у меня выйдет машинка. Я в этом видосике вам не смогу показать, потому что реально нужно потратить пару дней, чтобы собрать эту машинку, но я обязательно потом ее дособеру, в общем, мы вместе дособерем, и потом вам покажем. Вот такая она сейчас. А даже как у нее шевелятся эти шестеренки. Да, смотрите, здесь, короче, внутри куча всяких шестеренок. Вот, давайте я переверну, вот так покажу. Подержи, держи камеру, короче, а я буду это снимать. Смотрите, тут, короче, вот. Короче, вот тут все шестеренки. Короче, все настолько жестко продумано, реально вот каждой копеечки стоит этот конструктор. Вышли мы уже на улицу, везу свою Олечку на учебу. Мне, в принципе, я вот купил машину, ездить-то некуда. Единственное, куда ездить, это Олю на учебу возить. Ну, и в магазин, может быть, разве что. Еще пока не ездили. Ну, еще в магазин не ездили. Хотя, что, раз ездили были в магазин на машине уже. Сейчас ее завезу на учебу, где-то выеду за город. Там нужно будет еще мне один видосик снимать для другого канала. И параллельно вам покажу уже свою машинку со стороны. Она, кстати, не очень красивая, она уже запачкалась. Надо ее сперва помыть, потом вам я ее покажу, ребят. Приехал я, ребята, с Денисом в лес. Здесь мы снимали урывочек для видосика на основной мой канал. Сейчас Денис попытку номер два делает залезть по веревке на дерево. Первый раз у него получилось. Но как-то, знаете, он никогда этого не делал. Долго получалось. Сейчас решил потренироваться. Смотрите, кстати, как я тут завязал ему веревку. Я ее не завязывал, я ее просто намотал. Намотал. Тебе не страшно его так висеть? Нет. Нет. Пускайся немножко. Да. Тебе кажется. Вот он, мой тазик. Я ласково называю свою машину тазичек. Я, короче, ее немножко помыл. Я думал, что она у меня черная. Оказалось, что она у меня нифига не черная, а темно-темно-синяя. В общем, мы с Денисом искали мойку. Короче, не могли найти мойку. Везде большая очередь. И пришлось на такой мойке, знаете, самому ее помыть. В общем, хреново я ее помыл. Ну, короче, такие вот. Вот такой у меня тазичек. Я, короче, на нем уже чуть-чуть поездил. Уже, в принципе, приловчился к нему, привык. В общем, все, замерз. Я поехал домой. Доброе всем утро. Смотрите, ребята, я не знаю, заметили вы или нет. Короче, буквально пару минут назад я взял триммер. Пошел в ванную. Я, кстати, триммер не заряжал уже около года. Очень долго там держался заряд батареи. Я не знаю, где я делал зарядку. В общем, я вот так плавно здесь прошелся триммером. Совсем чуть-чуть. И он выключился. Я не могу найти зарядку. И у меня вариант. Либо сейчас оставить вот так. Я не знаю, сильно заметно или нет, что с этой стороны борода длиннее, чем с вот этой. Либо же полностью сбрить нафиг бороду. И без бороды, короче, быть. Как вот. Короче, ладно. Я жду ваши комментарии. В общем, пишите. Я загружу видео и решу, что сделать с бородой. Сбрить ее нафиг. Или пойти купить, короче, триммер. Потому что, я не знаю. Зарядки отдельно, наверное, такие не продаются. В общем. Вчера я загрузил в Инстаграм фотографию. Подписал, что купил машину все. Ну, не все, но многие начали писать. Фу! Это же Opel! Это же Opel! Зачем тебе Opel? Что-то не взял в себя Бэху. Что-то не взял в себя... Не помню. Не Кадиллак. Рейндж Ровер какой-то или еще что-то. В общем, ребята. Это моя первая машина. Я не понимаю, зачем мне брать слишком крутую машину, если... Как бы... Ну, я ее, скорее всего, ушатаю. Ну, так говорят. Я, конечно, буду стараться не ушатать. Но посмотрим, что с этого получится. Кстати, ребята. Хочу рассказать вам замечательнейшую историю. Первый день, когда я только купил машину, я ее поставил во дворе у нас. Выхожу утром во двор, смотрю, такой задалека, думаю, что это такие номера грязные. Я подхожу ближе, смотрю, а номеров нету. Смотрю, короче, наперед машина, номеров тоже нету. И под лобовым стеклом была такая бумажечка с двумя номерками телефона. В общем, я по одному из них позвонил. Я, конечно, разговор записал. Можете вот так вкратце посмотреть. Доброе утро. Мне у вас номер оставили сегодня. Какая машина? Опель. Возьму же гривен на карту, через 10 минут номера на месте будет. Я понял. Забыл спросить, а куда деньги скидывать? А-а-а. Да, куда деньги скидывать? На терминал на зеленый водолюзе прямо для выполнения. Наберете меня евро. Я понял. Смотрите, я просто могу их дешевле в интернете заказать дубликат, поэтому предлагаю вам 400 гривен скинуть. Ну давайте хотя бы 500 и заберем. Нет, давайте 400, потому что я за 300 могу дубликат сделать. За 300 вы не сделаете. Хорошо, договорились, договорились. Тогда все, до свидания. Ну давайте, хорошо, ладно, хорошо, хорошо. Кидайте, идите на терминал на зеленый. Только подойдете, когда... Я могу с телефона вам сейчас отправить. Пишите нам, 068. В общем, как вы поняли, ребята, сторговались мы за 400 гривен. Это где-то 12-13 долларов. Ну в рублях там, чтобы вам посчитать, где-то 900 рублей, наверное. Короче, просто там вот кто-то с Украины, кто-то с России, кто-то еще откуда-то. Не все понимают, сколько это. Сторговались мы. Можно было, конечно, восстановить или напечатать другие, но быстрее было решить вопрос на месте. В общем, как оказалось, что это очень популярная разводка. Один человек умудряется за ночь до 20 комплектов снять, знаете. И найти тоже таких людей практически невозможно, потому что номера в Украине не регистрируются на человека. Можно просто анонимно купить любую симку. На телефон я скинул кому-то деньги. Ну, кто-то заработал. Повезло кому-то. В принципе, если бы даже номера у нас регистрировались, то это можно было через какие-то мессенджеры или еще что-то. В общем, я думаю, мошенники нашли выход. Это очень популярная схема. Я уже в интернете смотрел кучу всяких там антивандальных рамок. Или еще, короче, я не знаю, как мне посоветовали. Можно с заклепками к бамперу прихерачить номер. И его нельзя будет снять. Ну, так, чтобы не повредить. А если они его снимут, ну, и повредят, то смысла в этом никого не будет. Потому что, ну, они не смогут мне его уже потом обратно продать. В общем, сказали мне, где лежит мой номер. Он лежал в соседнем дворе в песочнице, зарыт в песок. Так зарыт, что я, короче, даже не сразу его нашел. Хотя знал уже, что он там. Мне потом позвонили, сказали. В общем, как-то так. Сейчас каждый вечер я снимаю с машины номер. И утром прикручиваю его. Сейчас я вот, кстати, далеко буду ехать. Сниму, наверное, влог о своей поездке. Это уже не первая моя длинная поездка будет, а вторая. В общем, это, наверное, вы увидите уже в следующем влоге. Что еще хотел сказать? А, точно. Смотрите, смотрите, ребят, что у меня появилось. Смотрите, вот это вообще, это Олин комплект. Давай, одевай, покажи, какая ты малышка. Да, я же уже показывала. Давай, показывай. Сейчас я пойду померю. Не, давай здесь. Ушка кривая, да. Давай быстрее. Та-дам! Нормально? Напишите, ребят, в комментарии, красиво, Оля, в шапочке трейсер или нет. И я там еще. И бафик у нее еще такой есть. Уже не буду одевать. Одевай бафик, я сказал. Я в шапку. Одевай бафик через шапку. Та-дам! Теплый баф у тебя. Да. Покажи, он с флисом внутри. Флисовый. Флисовый внутри. И мягкий такой, приятный, нежный. Да. В общем, смотрите, ребята, есть еще у меня такие бафы. Вот этот цветастый. Где-то тут трейсер тоже написано, короче. Не, на этом где-то трейсер написано. Тоже написано, просто. Где? Вот, трейсер написано. Здесь просто не очень хорошо видно. А здесь, смотри, трейсер. Да, вижу. Вот, смотрите, ребята. Вот есть такие комплекты вязки. Вязаная такая шапка. Разных цветов. Да, и баф. Это Оля так красиво поскладывала, посортировала. Этот темно-синий, это серый, это черный. В общем, это все, ну, как вы поняли, скоро будут продаваться вот такие шапки, будут они недорого стоить. В общем, это, короче, пока что все варианты, которые будут. Это все будет переделываться, доделываться, потому что это пока что сырая версия. Вот эти все комплекты я сегодня в Киеве раздам своим друзьям. Они будут носить мои шапки. Очень приятно мне. Такое вот. Можете написать в комментариях, хотели ли вы себе такую шапку. В общем, я думаю, что продажи начнутся уже где-то после Нового года сразу. Потому что сейчас перед Новым годом нет смысла, потому что там почты закрываются, новая почта еще там 20 какого-то числа уже закрывается. Ну, в России тоже, наверное, не будут работать всякие службы доставки. Они будут в Россию доставляться. Да, и в Россию будут доставляться, и в Украину. То есть без проблем можно будет купить. И где купить? Ну, то есть там в Инстаграме или в группе ВКонтакте у меня. Я об этом вам позже скажу. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эту информацию, Оля передает вам привет. Напишите, красивая ли вы в этой шапочке? Она такая милашка в этом цвете. Я же сонная. Сонная милашка моя. В общем, как-то так, ребята. С вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok